Гильермо, мы уже привыкли к тому, что ваш Спартак это эдакий трансформер, он постоянно меняется, меняются схемы, меняются футболисты, иногда даже сам футбол, не говорю его качество, говорю, наверное, о стиле. Какие сейчас будут сюрпризы, что вы собираетесь в первую очередь отработать на этом турнире, что нас ждет? Нет, никакого сюрприза, мы пытаемся стабильность, что мы не получили, что происходит на менталит, на компенсацию, и, конечно, с новыми покупками, для того, чтобы улучшить стабильность, чтобы улучшить стабильность, чтобы улучшить стабильность, что нам не хватало в первой части сезона, и будем ждать, в частности, новых футболистов, наши схемы, чтобы было лучше понимать, Мы играли более компактно, и лучше было взаимопонимание. Обязательно, что улучшилось, что улучшилось, что улучшилось, что улучшилось, что улучшилось, что улучшилось в октябре, когда мы поменяли тактику, и стали играть с двумя центральными нападающими. Вот как раз по этой теме вопрос, появился новый качественный нападающий, достаточно статусный, может ли произойти такое, что Спартак закрепит эту схему с двумя нападающими, или все-таки, учитывая, что есть теперь такой выбор, они друг друга будут подменять? Да, конечно, мы не можем убрать ничего, и мы ищем с другим задачей, чтобы улучшить свой труд, где он стоит постройка с другими спортом, который тоже имеет свой опыт, которые особенные, phones, с разными спортом, который полностью для улучшилось с другими спортом, который улучшил, как с высокой спорта, и с elseными спортом. Здесь нам нечего скрывать. Действительно, мы искали усиление. В линию атаки нам нужен был футболист, который может играть короткий пас, который может хорошо использовать пространство, хорошее движение, очень активен в прессинге и который может хорошо открываться за спину, защитником, в глубину. И таким образом мы усиливаем нашу линию нападения, которая состояла из Квинси, Промиса, Соболева и Михаила Игнатова. То есть, мы можем ли увидеть новичка на фланге атаки? Или это прямая замена Соболева? Вы видите его исключительно центральный нападающий. То, что в Голландии у него был разный опыт. Ну, конечно, у них не было с точки зрения. То есть мы говорим, что иногда играть на футболисты с командой и от отменили и сайдкой, когда вы играли на футболисты с командой. или один игрок как Соболев. Они комплементные, все четыре могут играть вместе, потому что у них есть разные характеристики. Это решение иметь футболиста очень быстрого, который за счет скорости, за счет маневренности может решать, либо иметь футболиста такого, как Александр Соболев. Поэтому все четверо могут попадать, все четверо могут играть, и таким образом мы комплектуем нашу линию, делая ее разнообразным. Гильермо, а как на вас повлияли все различные слухи, которые появлялись этой зимой относительно вашего будущего, конкретно в Спартаке, или с возможностью отправиться в Испанию? Отвлекало ли это вас? В каком вы состоянии находились? Нет, смотри, если я не могу, если я не могу, я не могу, я могу, я всегда направлю спартак на то, что мы строим за год и полгода, и знать, что наша жизнь, и наша жизнь, и то, что мы делаем каждый день. Поэтому, следить другим или другим, не будет правильным, и мы продолжаем строить проект, который, мы надеемся, всегда в позитивном, уменьшим и уменьшим и уменьшим и уменьшим и уменьшим. Да, здесь, конечно, слухи есть слухи, сами понимаете, но я сконцентрирован на том, чем я нахожусь сейчас, на той работе, которую я должен делать, над тем, над чем мы работаем уже полтора года, поэтому, тем людям, которые верят в нас, мы продолжаем эту работу, смотря в будущее с позитивом, стараюсь улучшать с каждым днем, поэтому смотреть куда-то дальше или сторону, это совершенно некорректно, мы сконцентрированы на нашей работе здесь. Гильермо, а можно в режиме да-нет? То есть, какие-то конкретные предложения были? Но я, кто должен ответить, потому что я, конечно, на эти вещи не работаю, я работаю на кальчин, не на бочи, контракты, на эти вещи, которые должны ответить, и будет всегда так. Но это не мне отвечать на эти вопросы, потому что я совершенно не занимаюсь этими вещами, что касается там слухов, каких-то переходов и так далее. Я сконцентрирован только на футболе, это моя зона ответственности, а за другое должны говорить агенты, не я. Хорошо. Давайте, ваши вопросы, коллеги, Гран, пожалуйста. Представляйтесь и задавайте вопросы. Приветствую всех. Гран Гидариан РПК. Вопрос Гильермо. Баскаль, значит, следующий генеральный директор клуба Олег Малышев сказал, что клуб оценивает результаты команды на данный момент как неудовлетворительно. Следовательно, вопрос к вам, а как вы оцениваете результаты команды? И второй вопрос, вне контекста Кадиса, еще до Кадиса эти слухи были относительно вашей возможной отставки. хотел бы узнать, как они на вас влияют и что вам об этом было известно. Спасибо большое. В первом году, вы получите результаты в конце концов? В первом году, вы получите результаты в конце концов? В первом году, я думаю, что это я думаю, что это не видно на этом участке, которая победила сегодня, и у меня есть шарик. В первом году, что победительство на этом участке может быть несколько изменений, поэтому сейчас нет ни одной команды которая победила титул или которая наоборот вылетела в низшую лигу, поэтому сейчас после этой долгой паузы, которая будет, та конкуренция, которая есть в чемпионате может привести к совершенно разным результатам. В следующем вопросе, я, один год назад, сделал контракт для проекта, поэтому проекты будут привести к конкуренции и, если ты не согласен с результатами, то, конечно, ты поменёшься в пилоте, поэтому это игра, и мы решаем это, и это является частью Если я мог бы быть здесь всю жизнь, в условиях, сейчас, с людьми, и с тем, что мы строим, нет проблем. Если есть недовольство, то в проекте обычно меняется пилот, мы это принимаем, мы это понимаем. Конечно, если есть возможность работать в таких условиях, с людьми, которые есть, поддерживают, работают вместе с нами, если есть возможность, то, естественно, мы это делаем. Гилерман, можно, в догонку вопрос, а если с руководством какая-то договоренность, какой итоговый результат в чемпионате будет удовлетворительным? Если может быть какой-то цели полагания, допустим, зайти, по итогам обязательно в тройку, или как? Какая задача? Должение следует... вероятно, что Спартак это большой клуб с большими традициями, с большими ожиданиями и требованиями. Но требования и ожидания не всегда совпадают с результатами, потому что ожидания, в принципе, в 21-м веке всегда были высоки, но, как мы знаем, титулов было не так много. Сейчас команда достаточно молодая, мы стараемся, набираем опыта, стараемся, чтобы команда прогрессировала, шла вперед. Для победы в титулах, конечно же, необходим опыт. Дима уже спрашивал по поводу Угальде, несколько вопросов, и Гильермо сказал, что мы находились в поиске нападающих. Можно ли сказать, что этот поиск и, собственно, покупка Угальде это подтверждение, признание летней ошибки, когда были одновременно отпущены Николсон и Бальде, что их вместе отпускать было нельзя? Я думаю, что очевидно, что один плюс один будет два. Угальде абсолютно другая сравнение с Николсон и Бальде. Угальде абсолютно другая сравнение с Николсон и Бальде. Угальде не имеет определенный момент возможности получить игрока, который мог и который, прежде всего, хотел играть за Спартак. И это произошло именно так, как это есть сейчас, и конкуренция достаточно высокая в нашей линии нападениях. Гильермо, а может тогда я немножко перефразирую, а был ли эпизод по ходу первой части сезона, когда вы пожалели о том, что сразу два нападающих покинули команду с учетом того, что не все было там идеально у Соболева и в какой-то момент Промей сыграл на не самой привычной позиции? Нет, нет, ни разу не знаю. Нет, ни разу не знаю. Нет, ни разу не знаю. «Работа нет», «Новы у них есть». «Он может быть» также есть, что они, как так еще хотят, и все, что здесь есть». «Он не знаю». Появляю, что приглашаю стать «Он не знаю». Ставьте чуя, что сейчас мы смогли ему понимать, чтобы я была для завершена с игроками. Это прип révèle норма. Появляю, что здесь былое место, которое мы хорошее и еще не поль поехали, И еще раз повторюсь, в любой момент, нет. Я вообще сторонник того, что не концентрироваться на индивидуальных, конкретных футболистов. Я больше верю в команду. Успех к успеху приходит вся команда, совместные усилия. Да, конечно, конкретные футболисты могут добавлять, может что-то меняться. Но в целом рассчитываю на команду, поэтому никаких сожалений нет. И сейчас, когда мы уже закрыли эту историю с линией нападения, у нас больше возможностей. Мы сейчас находимся в Эмиратах. На ваш взгляд, есть ли какая-то другая страна, которая была бы предпочтительнее для зимних сборов? Почему, и если это не так, то тоже почему именно здесь это было бы хорошо? Здесь хорошо. Может быть, Испания. Мне Испания нравится. По поводу Джитки. У Георгия осталось полгода до конца контракта. Клуб сейчас ведет переговоры с футболистом, но какому-то решению у них прийти не получается. Гильермо, лично вы заинтересованы в том, чтобы Джитки остался в Спартаке на следующий сезон? И общались ли вы с ним на протяжении этих сборов по поводу контракта и его будущего? Гильермо, я бы еще добавил, в какой он форме находится? Потому что много разговоров по поводу того, что Джитки, в отличие от меня, схуднул, в отличной форме находится. Впервые за долгое время приехал на сбор уже таким здоровым готовым. Гильермо, первое, что вы делаете после ретиры. Ретиры и ретиры – это часть подготовки. Сейчас кто будет лучше или лучше, не стоит больше, потому что, в конце, кто будет на 2 марта, будет важным, где мы будем сферы. По оценке состояния, это все будет... Сейчас не имеет смысла, это будет все сделано по окончании сборов, потому что это процесс, это то, за чем мы приехали. Тот, кто будет уже в марте выходить, это будет понятно ближе к этому дню. Еще раз. Еще раз. Еще раз. А в сфере, почему у нас проведены conflict conf NGOs, а сейчас он больше знали, и у тебя котров, а сейчас нет. radioстов, еще один новый, поскольку Hello, на том году, и мы будем проверять их об этом. Если у вас есть информация, оптитuer джутاه . У меня употребляемый, что я тескать, в процессе, в тренировке, в партии и результаты. Вопрос тоже насчет центра обороны. Мы знаем, что это такой клад для тренера, когда есть качественный левоногий центральный защитник. У вас их два. Существует ли вероятность, при которой оба они выйдут на поле, могут составить связку? Или нужно обязательно, чтобы был правоногий? Но. Нет. Все большое. Доступно. Да, Андрей? Не как преференция, если, конечно, должны играть вместе, потому что мы не имеем правоногий, но преференция для тренера – иметь правоногий. Если мы говорим о предпочтениях, как бы нам хотелось, понятное дело, что если ситуация будет такая, что у нас не останется правоногий защитник, то, естественно, они будут играть. А так, конечно, хотелось бы иметь и правоногую центральную защиту. Гильерва, я обращу внимание на то, что этот вопрос вам задавал журналистов Эмилии Бабич. В первой части сезона не очень много игрового времени получал Паша Милешин и, соответственно, вернулся из аренды еще Даниил Зорин. Какие у вас планы найти игроков на вторую часть сезона? Потому что были слухи, что того же Милешин, например, может Спартак отдать в аренду факел. И, например, что Зорин также может выйти в аренду. Как тренер, я могу дать свою точку зрения на этот счет с футбольной точки зрения. Но, конечно, всегда есть три части. Есть игроков, есть спортсмены, а также игроков, которые должны принимать лучшие решения. И, конечно же, в этой ситуации, всегда есть три части, которые должны принимать согласие. Это тренер, игроков и руководство спортивное. Эти решения должны приниматься в частности. Зорин, конечно, он возвращается. Зорин, конечно, он, конечно, после этого, короче, но он, конечно, как раз, как раз, как и все других, как раз, как и все другие, как и все другие. И, конечно, понимая, что если он играет в 18-22 лет, он будет потерять потенциал, но мы не можем быть плохим решением. что касается дней узорина да он вернулся проведя небольшой отрезок но достаточно интенсивный сейчас мы относимся к любому другому игроку нашей команде помогает в целом футболистом возрасте от 18 до 22 лет это самый период для футболиста где он может себя проявить где он должен играть и получать как можно больше времени поэтому мы не хотели бы принимать неправильных решений в этом отношении и рушить карьеры футболистов ла ультима чсеннона шоу супа шоу пероход дико ла мя дубре гандаре до вы поссор гаре крэсчер крэсчер как персона как жопатоле и матурита и спереди ассо агентам власти 4 госсер сута ленту натурале скурэнтэ фрампо тро варим ул ритторно джо лат оре и как кумензорин а фото ла шоу спальнензе а пои воссо-на-жеваре и ма галина при москва спорта что касается павла милёш но не зная как сейчас там последняя ситуация но я считаю что ему на играть на поле получать получать опыт растить как футболист и как человек если все мы эти качества добавим зрелости тоже если все эти качества добавим к там таланту который у него есть мы можем получить хороший результат вы прям четко сказали что двух левоногих центральных защитников не может быть условиях когда все игроки здоровы можете пожалуйста объяснить ну и для нас и первую очередь для болельщиков потому что ну это больше теоретический вопрос не все понимают почему собственно два левоногих центральных защитников не могут играть вместе потому что все-таки пример когда играет допустим два правоногих их достаточно вот двух левоногих их мама наверно пау торрес и лапорта да но это там не весь турнир был но почему на ваш взгляд два левоногих центральных защитников невозможно когда все здорово и говорил еще раз да сделал предпочтительно наше предпочтение чтобы иметь ли это с левый ногой центрального защитника и справа это было сигнал 02 2 растрессе 1 0 естественно маркета демо рогия демо рогия истис и действия мэне очень это мальт и зачисубь и так же создаваем алинына пида деля пилот провале конечно может могут быть ситуации когда например градовать центральная защита справа и на полного один из них хорошо вадёте не вальну оборот два Левоногий, центральный защитник, но кто-то один из них хорошо владеет правой. Какое, конечно, может быть, у нас ситуация не такая, поэтому мы предпочитаем, чтобы футболисты играли своей сильной ногой. Так что, если у вас есть один игрок, то лучше найти путь натуральный, чтобы решить то, что он хочет и его требует. И плюс, это добавляет, опять же, вариативность, например, если мы возьмем Ростов в команду, которая пресендует каждый с каждым практически на всем поле. Мы можем становиться предсказуемыми, а так это нам дает больше возможностей для выхода из обороны, через паз, с низкой зоной, с средней зоной. Поэтому ответ такой. Ну что, как можно подытожить, как говорил один замечательный агент. Главное, чтобы центральный защитник бежал и не падал. Спасибо.